Психология творчества 22 часа 12 минут Риме Московской. Уже добрый вечер. Я Николай Еременко. Рядом со мной Евгений Жаренко. Евгений Викторович, добрый вечер. Мы на частоте 92 МГц в диапазоне FM и на третьем канале городской трансляционной сети. Третья кнопка вашего трехпрограммника. Наша программа вновь в эфире, как всегда, по вторникам с 22 и до 23 часов. И как вы и слышали в нашем информационном ролике, и как мы договаривались в нашей прошлой программе, говорим сегодня именно о сюжетах, именно о психологии творчества. Действительно, книг огромное количество, хотя, как утверждают специалисты, мы уже далеко не самая читающая страна в мире, как раньше. И растем разве что по количеству наименований книг, а не по тиражам. Средние тиражи как раз падают. Если раньше писатель приходил молодой и смог с издательством договориться, то его издавали тиражом. Ну, 7-8 тысяч. Ну, совсем никчемную книжку, на которую не делает издательство ставку, но вынужден издавать по тем или иным причинам тиражом. И о художественной литературе. 5 тысяч экземпляров издавали. Сейчас хорошо, если кто там про 3 тысячи договорился, и сами издатели говорят, это уже близко к себестоимости. Скоро будет непонятно, где рентабельность. Уже на грани рентабельности все будет происходить. Но, с другой стороны, количество наименований, повторюсь, растет. И, кажется, в этом сонме сюжетов можно затеряться. Книжные магазины говорят о том, что, если раньше 25-30 тысяч наименований, это было много, то сейчас и 50, и 60, и 70 тысяч – это далеко не предел. Вопрос, как это все грамотно выложить в торговом зале, который тоже модифицируется время от времени. Но, опять же, известная тема, что число сюжетов далеко не так безграничны, как нам кажется. Так это или нет? Ну, всегда ведь мы живем по принципу, что кажется, что производит впечатление, то кажется истинным. Но это далеко не так. Как говорится, не верь глазам своим. Действительно, обилие наименований, действительно обилие как переводимых книг, так и наших, отечественных, создаёт ощущение, что это море, которое безграничное, бесконечно, сюжетов бесчисленное количество множеств, и что эти сюжеты обрушиваются на нас каждый месяц, иногда каждый день и прочее, прочее. Это далеко не так. Это совсем не так. Потому что, вот, заметьте, сколько людей на Земле? Уже 6 миллиардов, да? Но при этом костное строение человека не изменилось. И, в принципе, скелет остаётся тем же самым. И если мы говорим о нарушении скелета, то мы говорим о патологии. Там либо хвост какой-то, либо ещё что-то, да? А, в принципе, скелет тот же самый. Как он был миллионы лет назад, так он и остался. Так вот, я хочу сказать, что сюжет, или даже не сюжет, а фабула, это две разные вещи. Сюжет – это присутствие авторского «я», а фабула – это просто событийная канва. Так вот, событийная канва или фабула, да? Как скелет в человеческом теле. Разнообразия там немного. И внешние разнообразия, они проявляются, ну, в том, у кого-то толщинка на лице сюда, у кого-то толщинка на лице туда, у кого-то уши прижаты, у кого-то уши с мочками, у кого-то уши без мочек. Ну, у кого-то нос горбит. А скелет один и тот же. А скелет, череп, вот если его, извините за грубость, выварить, будет улыбаться нам, как бедный Йорик, без всяких разнообразий. И вот если говорить о событийной канве, это вот тот самый череп Йорика, который улыбается нам одной и той же улыбкой на протяжении двух с половиной тысяч лет, как раз тот срок, когда существует европейская литература, начиная с Гомера. И в этом смысле теоретики по сюжетологии, это очень серьезные проблемы. Я знаю, что многие люди ломали над этим голом. Мой учитель, Женя Славутин, например, он даже выставил какую-то математическую модель сюжета, и, наверное, интересные идеи у него с этим связаны. Я боюсь, что если он сейчас меня слышит, то он меня проклинает уже, потому что я его идею профанирую в этом плане. Но если обращаться к классикам, то по мнению одного классика, сюжетов в мировой литературе как скелетов разнообразия существует всего четыре, как ни странно. А другой классик утверждает, что вообще никакого разнообразия нет, есть только один сюжет, тип сюжета, не сюжет, простите, а фабулы, одна событийная канва, и все остальные, так сказать, являются только разными разновидными вариантами и прочее, прочее. Что же это за классики, и что это за событийная канва? Апеллирую ко мнению замечательного аргентинского писателя, основоположника постмодернистской парадигмы, о которой мы уже говорили, Хорхе Борхес, который говорит, что вся мировая литература зыждется на четырех сюжетах, ну, грубо говоря, фабулах, не сюжетах, фабулах. Простите, что все время путаю, а фабулах. Ну, советские учебники по литературовению иногда просто с фабулой сюжетом меняли местами определения. Совершенно верно. Ну, наверное, нашим зрителям не нужно даже вдаваться в эти тонкости литературоведческие, пусть понятно, что кто имеет, что в виду под сюжетом или фабулой. Так вот, значит, первое, это то, что задано было еще Гомером, это Илиада, когда одно войско нападает на другое войско и хотят взять в течение всей книги священный город. Второй сюжет, это когда после войны один из воинов 10 лет возвращается назад, домой, и никак не может доплыть до своей родимой Итаки, это Одиссея. Итак, Илиада и Одиссея, тем и хороши эти две великие архаические поэмы Гомера, что они задают сразу два основных сюжета, как два основных скелета событийных для всей дальнейшей литературы. Третий, это аргонавты, тоже приходят к нам из греческой мифологии, что не случайно, потому что западноевропейская литература, она вся выросла из греческой мифологии, те, кто посещал Филфак, учился на Филфаке, все знают, что все начинается с античности, и это не случайно. И вот поиск золотого руна на корабле Арго является тоже одним из таких архаических, архетипических, как хотите, сюжетов. И четвертый сюжет по Хорхе Борхесу, это апокалипсис. Он, правда, называет этот сюжет довольно своеобразно, по-постмодернистски. Он говорит, когда Бог сходит с ума. Ну, это уж как бы не по-христиански, конечно, но Хорхе Борхес и не был христианином в этом смысле, он был большой еретик. Но, во всяком случае, он имеет в виду апокалипсис. Действительно, апокалипсис, откровение Анны Богослова, это такое потрясение, такой шок и такой уникальный сюжет, который мы можем найти, отголоски которого мы можем найти в любом, даже романе катастроф, в любом романе хоррор Кинга. Вот возьмите его знаменитый роман «Позиции» или «The Stand», который сейчас очень популярен среди молодежи, и вы увидите, что это апокалипсис. Апокалиптическое начало есть у Толкина в «Повелителе колец», когда вдруг уничтожается один мир, третий государство и приходит другой мир. Апокалиптическое начало есть у многих авторов научной фантастики. Возьмите хотя бы знаменитый пикник на обочине братьев Стругацких. Или «Трудно быть богом». Вот сейчас, на самом деле, великий наш режиссер Герман с актером Ермольником 15 лет ставит апокалиптическую картину под названием «Трудно быть богом». Я думаю, апокалипсис там будет присутствовать, потому что у Германа такое апокалиптическое мышление, на самом деле. И апокалипсис этого мы найдем в современном кино, которое основано на современном сюжетологии, современных сценариях и прочее, да. А вот наш отечественный исследователь Проп, тоже весьма популярная личность среди всех, кто занимается филологией, он говорит, что вообще один сюжет. И что из этого сюжета – это так называемая волшебная сказка, исторические корни волшебной сказки. Вышла вся литература, включая и древнегреческую, и додревнегреческую, включая Шумеро-Акадский эпос, например, «Сказание Гильгамеши», который возник задолго до греческой мифологии, включая книгу мертвых египтян, которая возникла задолго до… включая Будда-Чару, включая Махабхарату, то есть такие древние тексты, которые даже существовали до Гомера. И вот по Пропу они все возникли из так называемого умирающего мифа, из идеи волшебной сказки. И речь там идет о том, что герой-антагонист или трикстер приходит в царство героя-протагониста или героя положительного со знаком плюс, наносит ему вред, забирает что-то, уходит в свой мир маргинальный за грани добра, и вот теперь герой светлый, герой со знаком плюс должен совершить путь в этот мир, взять украденное, вернуть назад, и на этом, в общем-то, строится весь скелет мировой литературы. Хотя многие тут наверняка, ведь, Евгений Викторович, обнаружат парадокс, как можно говорить о типологии сюжетов или там фабул, неважно, говоря, что все, собственно, вокруг одной единственной фабулы крутится. Ну, в этом действительно могут возникнуть сомнения, и более того, я представляю даже природу этих сомнений, потому что нас все равно интересуют нюансы, нас все необходимы мелочи, нас все равно интересуют, какие мочки у героя. — В таком случае не так уж тесно получается писателю, когда мы говорим о том, что всего-то четыреowsурных Совсем не тесно, совсем не тесно, но я ещё раз говорю, какое разнообразие лиц на Земле, какое разнообразие цвета кожи, какое разнообразие причесок, да, и прочее, прочее, или отсутствие таковых, мы говорим об одном, у всех один и тот же скелет, вы, простите меня, вывери нас, и мы все улыбнёмся, так сказать, улыбкой Йори. — Одинаково, да. Если бы какие-то инопланетяне, условно говоря, иные существа, задумали бы изучать человечество, то, ну, скажем так, по фотографии, по какому-то образу, то должна, скорее всего, была бы быть фотография такая размытая, не очень чёткая, для того, чтобы как раз не акцентироваться на тех или иных деталях, а в целом понимать, вот в целом так отвлечённо, что такое человек, что такое его облик, что такое его образ. — А можем ли мы в связи с этим, проводя параллель, точно так же некую вот идеальную схему романа написать, некий такой обобщённый роман, вот такая расплывчатая фотография всего того, что, не роман даже, вот любой литературный произведение, всего того, что создано, выварить всю мировую кладовую литературу? — Ой, я сейчас, я думаю, вызову у многих моих радиослушателей такое возмущение, да, но на самом деле, вот как сейчас существует «Фабрика звёзд», созданная Алла Борисовна Пугачёва, или я уж не знаю, кем ещё, да, ну не только, ну не только, не важно, я просто сейчас не сдаюсь подробностей, вот точно так же можно создать «Фабрику писателей», — Потому что, опять-таки, если мы возьмём таких наших популярных писательниц, как Маринина и Донцова, я вам честно скажу, с точки зрения языка, это вообще никудышная литература. — Ну, позвольте, я не буду ссылаться, как можно писателю позволять такие фразы? — Он шёл и ловчил, стараясь ловчее узнать, о чём она думает, при этом она бежала бегом. — Вот это всё из этих писательниц можно вытащить, с лёгкостью необычу. — Плохо редакторы в издательствах, значит, работают. — Да плохо пишут, потому что, на самом деле... — А ту самую писательницу, которая пишет роман раз в 20 дней, которая по-человечески очень хорошо отношусь, но не к её литературе, да, если это можно литературой назвать, ведь на неё целый штат редакторов работает в издательствах, и безызвестно. — Тогда что она делает? Ну, иногда и они ничего не делают, потому что есть литературные негры. — Она пишет, она пишет. — Нет, она бренд, она бренд, она имя. — Александр Дюма тоже был бренд, на него тоже целый полк работал. — Да, и при этом при всём мы говорим, что есть отличительная авторская вот какая-то печать на романе «Граф Монте-Кристо», на романе «Три мошкетёра», на романе «Двадцать лет спустя». — На романах Дарри Данцова нет авторской печати? — Боюсь, что нет, они все одинаковые, и боюсь, что ещё одна вещь, может быть, я сейчас ошибаюсь, но боюсь, что столетия эта книжка не проживёт, в отличие от Александра Дюма, его романа, ну, например, «Граф Монте-Кристо». — Почему? Объясняю. Потому что мне кажется, что вот в романе, особенно в первой части «Граф Монте-Кристо», там всё равно присутствует очень яркое его Дюма авторское начало, и тут мы можем с лёгкостью перейти в другую тему, в психологию творчества, несмотря на то, что всех сюжетов всего немножко, да? Но мы сейчас этой темы пока не будем касаться, потому что уйдём в сторону. Возвращаемся туда. Так вот, совершенно спокойно, на чём мы остановились. Можно создать фабрику писателей. Другой вопрос, какой продукт? — Как алгоритм. — Как алгоритм. Потому что написать роман можно по алгоритму, используя ту теорию, которую создали наши предшественники, например, Проб, Борхес и, например, Фрейденберг, которые пишут свою книгу знаменитую «Поэтика сюжета и жанра», и тоже, используя ещё вот этого третьего, она прекрасный была исследователь, вот её исследовательские позиции, можно научить писать романы. Более того, я со своим коллегой Уваровым, передаю ему привет, если он слышит меня, думали о том, чтобы на компьютере, на CD создать соответствующий диск, который помогал бы пошагово человеку, праздному человеку, а сейчас немало праздных людей у нас в России, чтобы как-то обрести хоть какой-то смысл своего существования, не всё просаживать деньги в казино, да, написать роман... — Тем более казино сейчас уже не будет в таком количестве, надо же чем-то будет заниматься. — Да, написать роман, и не потому, чтобы заказать его каким-то литературным неграм, а самому написать роман, чтобы это точно было твоё, а не кого-то другого. — Многие же, не имея талантов, решают, что я и моя девушка будут петь, а, в конце концов, почему бы не писать? — Да, да, да. Другой вопрос, нужно ли это, и необходимо ли это в таком количестве, это другой вопрос. Но мне кажется, что запрещать людям писать нельзя, как запрещать людям петь нельзя. Тут возникнет экологическая проблема. Книг станет ещё больше, а леса ещё меньше. Но здесь мы уже знаем, что книга меняет свою книжную форму, книга меняет свою оболочку. Книга перестаёт быть тем кодексом, то есть вот той книгой, переплёте, которую мы знаем. Эта форма книги существует с эпохи Средневековья, не более того. Ей всего-то, в общем-то, не так много лет. А до этого она могла существовать в виде глиняных табличек, в виде вот этих самых кирпичиков, в виде свитков, в виде камней, как скажут. — Теперь в виде бух на КПК. — Совершенно верно. Поэтому здесь можно о так называемой экологической проблеме не беспокоиться. И я даже уверен, настанет время СМС Романа. Минимализм такой к этому придёт. Это прогресс не остановить. Но каждый хочет писать. В Писании, на самом деле, я в этом уверен, есть попытка обретения смысла бытия. Это жажда бессмертия, как сказал он Амуна. Попытка написать хоть чего-нибудь. Потому что, ну, я уже повторял эту фразу, Марк Аврелий. Что есть в жизни? Пепел, зола и ещё рассказ. Вот каждый хочет оставить по себе рассказ. Нельзя запрещать человеку это делать. И кто его знает, может быть, в этом порыве ремесленничества родится гений? Кто его знает? Вот, кстати сказать, ведь никто Сервантеса до написания Дон Кихота не считал писателем. Его считали графоманом все его великие соотечественники. В частности, Лопе де Вега, Гондора, Кеведа. Считали, что он вообще графоман. До тех пор, пока не возник его странный роман Дон Кихот. Я надеюсь, что когда-нибудь мы об этом поговорим. У меня будет одна из тем. Странный роман Дон Кихот. Такой странный, что Кот да Винчи ни в какое сравнение не идёт с романом Дон Кихот. Ну, Кот да Винчи в столетии мы тоже вряд ли будем отмечать. Ну, да, наверное, наверное. Хотя, смотрите, какую волну. Какая тут Донцова. Какую волну пустил этот мировой. Да, теперь арт-детектив. Да, это становится просто популярный жанр. Когда уже известно, какие заказы тем же литературным неграм существуют. О том, что возьмите что-нибудь искусствоведческое. Возьмите что-нибудь из религии. Облеките это в такую приключенческую форму. И, пожалуйста, вот что угодно. И опять же по структуре. На русском языке Кот, Онегина, пожалуйста, уже вышел и так далее. Мы прервёмся буквально на три минуты. Время кратких новостей. Затем продолжим программу «Карбланш». Я хочу напомнить, что мы в прямом эфире. Поэтому звоните 729-3357 и 729-3378. И пишите свои смс-сообщения на короткий номер 5533 с любого телефона любого сотового оператора. Писатель, переводчик, философ и просто увлекательный собеседник Евгений Жаринов. Каждый вторник после 22 часов. Мы продолжаем 22 часа 35 минут. Время московское. У микрофона Николая Еременко и Евгений Викторович Жаринов здесь, в нашей студии. Мы продолжаем говорить о количестве сюжетов. Я всё-таки буду привычный от слова, а не фабулы употреблять. И о психологии творчества поговорим тоже. Мы в прямом эфире, поэтому если что-то вызывает гнев в вашей душе, или желание согласиться, или поспорить, или открыть скобку, но всё-таки постараться не увести нас далеко от темы обсуждения, пожалуйста, вы можете это делать. Телефоны работают 729-3357. 729-3357. Второй телефон 729-3378. Какой вам больше нравится, таким вы пользуетесь. И ещё один способ для связи с нами, традиционный, более современный, это смс-сообщение. Точно так же берёте в руки телефон, набираете в смс-ке 92, пробел, дальше текст вашего вопроса или высказывания, и высылаете это на короткий номер 5533 с любого телефона, любого сотого оператора. А давайте отвечать на ваши звонки, подключать наш слушатель. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я хотел сказать... Алло-алло. Добрый вечер. Мы слушаем вас. По поводу, вот, тему, которую вы подняли, по поводу писательства типа, там, Марининой или Данцовой. Я думаю, что дело не в том, что такие писатели возникают сейчас. Да, дело в том, что просто в наше время, там, ну, можно так сказать, упадка, да, просто люди стали читать подобные книги. Раньше просто на них не было бы спроса. Никто бы не стал покупать Данцову и Маринину. А сейчас, вот, по каким-то причинам, скажем так, они на рынке укоренились. То есть вопрос в потребителе, вопрос во времени. Да, вопрос во времени. Вопрос о том, что... Это черта нашего времени. Я приблизительно так понял. А это не иллюзия. Нам все время кажется, что вот ушел некий золотой век, некое идеальное время. И что мы от некого идеала все время отходим. Но если мы вспомним, там, 19 век, то никогда Пушкин не был number one, номер один. Никогда, да? И мы все, что у нас сейчас кажется золотыми буквами на мраморе написано, золотом на мраморе, никогда не были первыми. И сейчас, когда я задаю вопрос очень многим умным людям, а кто останется из вот ныне живущих, скажем, спустя сто лет, по кому будут говорить, вот он писатель начала 21 века, все называют самые разные фамилии. Понятно, что никто не называет Донцову или Маринину, да? Но называют самые разные фамилии, и то потом разводят руками. Жизнь покажет. Вот 21 век покажет, что останется. Вот так случилось, что я совсем недавно прочитал роман под названием... Это даже не роман, а сериал, роман-сериал, а роман-фильетон под названием Рокамболь. Это написал современник Немного Немала Мопассана, который создавал своего Рокамболя в 1860-х, 1870-м, 1871 году он погиб во время Франко-прусской войны. Причем так увлекся этой идеей Рокамболя, что создал на свои деньги, полученные за издание этого романа, маленькую армию и воевал против пруссаков. И умер от сердечного приступа, когда пруссаки взяли и сожгли его родовое поместье. Он не ожидал такой подлости от пруссаков и рассчитывал на, так сказать, такое рыцарское ведение войны. Так вот, этот Рокамболь, это на самом деле настолько популярное чтиво было, настолько оно соответствует нашему современному состоянию литературы, что дива даешься, как ничего не меняется. Равно как и Жен Сю, например, еще один автор той эпохи, прошедшей эпохи, автор так называемой «Парижские тайны». А лет 10 назад по телевизору шел сериал «Петербургские тайны» Крестовского. Этот роман Крестовского полностью списан с «Парижских тайны» Жена Сю, а у него еще есть роман «Вечный жид», а у него еще есть другие произведения, сериалы, которые владели умами читателей так, что даже Белинский выступил с отповедью и проповедью, как это такое, можно читать такую ерунду. Эту ерунду до сих пор переиздают, эту ерунду до сих пор читают и до сих пор экранизируют, как ни странно. Вот и пойди угадай, что влияет. На самом деле, вот в этих так называемых массовой билетристики это не явление только нашего времени. Если захотите, потом поговорим о явлении массовой билетристики. Это страшное интересное явление, оно вечное явление. Оно существует так давно, что билетристичность присутствует, опять-таки вернусь к своему коньку. С чего начинается Дон Кихот? С того, что Алон Сакихана Добрый зачитывается так называемыми рыцарскими романами, среди которых столько ерунды, что лицензиат и местный священник собираются предать их Аута Дафе. Там всего-то несколько десятков книг из ста выживает, а все остальные преданы огню. Почему? Я считаю, что сжигать книги нельзя. Это прообраз будущих, так сказать, Третьего рейха и так далее. И в этом смысле я осуждаю этих героев романа Дон Кихота. Потому что если Дон Кихот читал, значит, он что-то в них находил. Но вот он эту всю лабуду массовую, всю эту билетристичность, которую читали даже владельцы этих самых трактиров. Трактиров прочитал, и как ни странно, здесь мы касаемся еще одной проблемы. Но знаете, у нас столько проблем, как будто это пирог Наполеона. Один слой, другой слой, третий слой. Этот Алон Сакихана Добрый, на самом деле, своим чтением и своим отношением к массовой билетристике создал прецедент нового великого романа. И получается, что литература создана читателем в большей степени, чем писателем. Все-таки потребителем, да? Иначе говоря, то вот о чем говорил Сергей. Я еще раз говорю, я сейчас могу вызвать поток гнева. Потому что я готов отстаивать свою точку зрения, как сказал Рабле, вплоть до костра. Но исключительно, а не включительно, чтобы никто меня не жалко. Давайте дальше отвечать на вопросы. Алексей, здравствуйте. Алексей, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, с наступающим вас. И вас также. Спасибо за вашу передачу. Вы, ваша передача для меня, свет в окне. Спасибо. Профессор, скажите, пожалуйста, вот с литературой, что ж сейчас, в какую ж мы за подню попали? Ну, посмотрите, сейчас на помойках больше литературы, чем покупают на этих раскладах у метро. Ой, какое. Я не знаю, у меня сердце кровью обливается. Да куда же мы... Да покупайте хорошую литературу. А ведь посмотреть, ведь раньше писатели выступали по телевизору, рассказывали о своих романах, о чем-то там, все это дело. Ну, это же было буквально 10-15 лет назад. Сейчас же ничего нет. Так вот сейчас в предыдущем части Михаил Шатров выступал у нас. Я почему говорю, свет в окне, ваша передача только что-то близко к жизни, что она жизнью по жизни связана. А то же, посмотрите, ну, Ксюше Собчак отдали телевизионный канал, чтобы она голых девок показывала там, и они сватались. А она теперь тоже книжки пишет, Ксения Собча. Да я не знаю, какие они книжки-то. Скоро будет у нас Данцова, и все, канал Культура. Дуня Смирнова и Таня Толстая не стыдно им позорить своих этих предков, чтобы это дело вот так выступать на телевидении. Спасибо за ваш звонок. Спасибо. Вы знаете, спасибо вам за звонок. Вы знаете, что я хочу сказать? Даже не вытешение, а я долго тоже думал над этим. Дело все в том, что вот если опять обращаться к истории, был период же вообще поголовной безграмотности. Я имею в виду Средневековье. Я напомню, что Средневековье за тысячу лет всего своего существования оставило нам всего 30 тысяч книг, 30 тысяч томов. У Льва Николаевича Толстого для сравнения в Ясной Поляне 25 тысяч книг. То есть одна яснополянская библиотека почти перекрывает все Средневековье. И книга все равно выжила. Мне кажется, что это еще одна будет тема, мне кажется, будущей нашей передачи. У книги есть такая живучесть. У книги есть такой потенциал вживания в жизнь, делания жизни, моделирования жизни, обретения жизни, да? И даже жизни не только этой, но и вечной. Что мне кажется, что, конечно, кровью сердце обливается видя то, что происходит. Но я уверен, что оптимистично надо смотреть на эту проблему. Все-таки возвращаются наши слушатели постоянно к этой теме, неподписавшийся абонент. Как преодолеть постмодернистскую парадигму в литературе? Ее не надо преодолевать, потому что еще раз напомню уже ставшее таким клише выражение. Нельзя загнать пасту назад в тюбик. Постмодернистская парадигма отражает в полной мере нашу политику, наше медиа, вот здесь говорили о медиа тут же, нашу повседневную жизнь. Мы можем еще раз вернуться к этому, если есть такая потребность пообсуждать и прочее. Я думаю, что она преодолеет сама себя, когда возникнут другие позывы, другой социальный заказ, но не от власти исходящей, а от молчаливого большинства. Здесь мы опять сталкиваемся с понятием ментальности. От людей, когда люди перестанут это читать, когда люди станут интересоваться другим, тогда и придет конец постмодернистской парадигмы. Я вот, например, со своими коллегами долго на этот счет беседую и даже спорю, и у многих из них возникает такая тоска по реализму. Но я ведь уверен, что реализм возник в определенную историческую эпоху, в так называемые сословные общества, где все люди жили в рамках своего сословия. И дворянин рождался дворянином и умирал дворянином, крестьянин рождался крестьянином и умирал крестьянином. И эту строгую систему, как периодическую таблицу Менделеева, было легко описать средствами реализма. Но когда все размыто, когда все находится в движении, когда человек может сделать сам себя, и вчера он был нищим, а сейчас он миллиардер и управляет миром, здесь, извините меня, никакой реализм это не передаст. Здесь именно постмодернистская парадигма, она легче всего передает вот эту вот диффузность нашего движения. Вряд ли когда-то наш мир будет снова четкими границами и рамками описываться, значит мы никогда не вернемся с этой постмодернистской парадигмы. Порядок рождается из хаоса, как сказал Пригожин. Причем рождается на короткий период. И опять этот порядок уходит в хаос. И вот эта вот диалектика порядка и хаоса, мы вступили в это, мы уже смотрим на наш прошлый мир как на некую наивность. И мы в этом смысле одегощены этим опытом. Мы все личности, а я еще раз напоминаю, как я это считаю, со мной естественно надо и нужно спорить. Личность это проклятие во многом, личность это болезнь во многом. Ведь к чему призывал Толстой? Толстой призывал к коллективизму. Толстой призывал во многом к тому, чтобы твоя дворянская истощенная культура и личность спаялась с народом. О прощении. И тогда ты обретешь вот это роевое сознание. Это почти средневековый тип мышления предлагал Толстой. Но вряд ли сейчас эта идея Толстого получит какое-то широкое распространение. Кстати сказать, именно во многом по этой причине Толстой с его роевым началом так неприемлем современными школьниками. «Война и мир» почти не читают, равно как и не читают и учителя. Это не означает, что это плохой роман, это гениальный роман. Равно как и большинство школьников 20 лет назад не читали. Да, 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 да. Это гениальный роман. Другой вопрос. Но это уже мы в школьное образование переходим, а это совсем... Это другая тема. У нас есть телефонные звонки. Давайте еще подключать наши слушатели, вернее слушательница Галина. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я бы, знаете, что хотела сказать, что, наверное, нельзя так идеализировать технический прогресс. Если бы говорить, что в формате СМС скоро будут романы, то, может быть, это уже не прогресс, а может, это уже деградация. И вот я хочу сказать, что в свое время академик Раушенбах, он провел такое исследование, но, правда, на примере живописи. И он, в общем-то, сделал такой вывод, что человечество, в общем-то, деградирует. Потому что если самые первые изображения были плоскими, были какие-то контуры там, вот на пирамидах, вот мы помним, да, вот стандартные, всем известные рисунки. Потом они стали какой-то приобретать объем, какую-то форму можно было уже, так сказать, увидеть. Следующие века, там, средние века уже издалека там какой-то был, но отдельный какой-то фон был, вот вы помните, да, вот эти Мадонны, а фон где-то вот отдельно был. А потом уже вот тот самый реализм, вот наши передвижники, это вот, как он его называет, это взлет был. И как бы интеллекта человека, и вот взлет живописи, когда вот такая гармония была. А потом он, говорит, на примере вот импрессионистов, когда стали вот эти кубисты, по два-три носа, и не поймешь что и как. И говорит, ну, это, он как сказал, что это пример деградации вообще сознания человека. То есть это уже не прогресс уже идет, а вот, к сожалению, совсем наоборот. Спасибо. Вы очень хорошо своим звонком встроились бы в другую нашу передачу под названием «Где же мы живем? Прогресс? Если существует ли прогресс или регресс?» И вот ваше выступление очень точно ставит вопрос в сомнении прогресса. Я бы немного поспорил относительно того, что передвижники – это вершина развития живописи. На самом деле, когда говорят о вершине развития живописи, немножко в сторону выходим, я сейчас остановлюсь, то называют всего четыре картины, и среди этих четырех картин нет ни одного русского художника. Потому что эти четыре картины – это Джаконда Леонардо да Винчи, это «Ночной дозор», не путайте с Лукьянинг Рембрандта, это, так сказать, похорон графа Аргаса Эль Грека, и это Веласкис, Лас Менинос. Это величайшие картины мира, которые определили то, что… ну и плюс, конечно, Джота с его перспективой. И с этими картинами мало что может сравниться. Действительно, когда их видишь вживую и в реальности, ты понимаешь, что как раз наши-то передвижники вторичны в этом плане. Но не в этом дело. Я более того скажу, изобретение Джота, так называемые перспективы, на самом деле, по мнению религиозных мыслителей, уже отход от истинного назначения, ну если не художника, то, например, иконописца. Потому что если мы возьмём книгу отца Павла Флоренского, его знаменитая книга «Иконостас», то он говорит, что икона обладает так называемой обратной перспективой. И икона в этом смысле выше любого художественного полотна. Но я опять вернусь к той теме, о которой мы уже говорили, а я не хочу этого делать. У нас сейчас разговор о сюжетах и о литературе. Мы начали в первой части программы, затронули тему психологии творчества и практически не стали её развивать. Может быть, в оставшиеся 8-9 минут об этом поговорим. Всё-таки не тесно авторам внутри вот этих четырёх сюжетов, о которых мы упомянули. Но не только потому, что литература многие воспринимаются как ремесленничество. Тут много упирается ещё в какие-то моменты действительно психологического толка. — Хороший вопрос. И дело всё в том, что я прошу, чтобы меня правильно поняли, потому что темы-то мы задеваем сложные. И поверьте мне, то, что я сейчас выношу на обсуждение, это плод многих и многих лет рассуждения. Это не то, что я, так сказать, как вот здесь сказали, как Ксюша Собчак, так сказать, прихожу здесь и сама не знаю, чего говорю. Я знаю, что я говорю и отвечаю за каждое слово из того, что говорю. Так вот, дело всё в том, когда я рассуждал, что если выварить нас, то все мы будем напоминать череп Йорика с соответствующей весёлой улыбкой. Когда я об этом говорил, кстати сказать, на ум приходит великий роман Виктора Гюго «Человек, который смеётся», где как раз вот этот улыбающийся череп становится символом всей современной культуры, где вместо гомо-сапиенс приходит Лён Кири, человек, который смеётся. И самое высшее выражение этого смеха – это улыбающийся череп. Стоит задуматься составителем программы «Аншлаг», составителем программы «Что-то со смехом связано» и так далее. Смехом панорамм. Мы не будем делать рекламу. Не является ли это на самом деле воплощением идеи Виктора Гюго «Лён Кири», «Человек, который смеётся». Есть ещё телефонный звонок. Как вы опишите эту бородавку, как вы опишите этот нос Гапсека, как вы опишите его глаза, похожие на Буравчик. Это сделает только Анареда Вальзак и никто другой. Как провести грань, Евгений Викторович, между тем, что вот это графоманство, а это настоящая литература? Есть ли какие-то критерии? Куда вы меня ведёте? Я хочу сказать, что между графоманом и настоящей литературой такая тонкая грань, что на самом деле большой писатель всегда должен быть графоманом. Ну вот попробуйте сделать простой эксперимент с собой, если вы спорите со мной. Возьмите «Война и мир», любимейший мой роман, положите перед собой и шесть раз перепишите его от руки, как это сделал Лев Николаевич Толстой. Шесть раз просто переписать, даже не меняя ни строчки, даже не меняя ни слова. А это шесть редакций от руки. Кто это может сделать? Человек, который не может спокойно смотреть на чистый лист бумаги, чтобы его не испортить. Это страсть. Попробуйте за 26 дней надиктовать роман «Игрок». Попробуйте, получится или нет, при помощи всяких там литературных негров. Не получится. Это должна быть страсть. Такая страсть, такая любовь. И литературные негры очень страстно работают. Ну вот я поэтому и говорю, что грань между тем и другим такая тонкая. Отвечаем на звонки наших слушателей. Геннадий, здравствуйте. 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 Извините, пожалуйста, у меня такой вопрос. Мне кажется, по поводу ваших рассуждений, стоит за одну, за всю свою жизнь прочитать. Одно-две книги, и остальное время не тратить ни на какие книги. Если посмотреть одну-две картины, остальное время не тратить ни на что другое. И вот все, будет спокойно. Неужели такое можно сказать? Хорошо. Спасибо. Я готов вам ответить. А вы уверены, что вы прочитали хотя бы одну книгу так, как вообще то, что называется прочтением? Дело все в том, что, например, Робинзон Крузо на необитаемом острове на протяжении 27 лет читает только одну книгу, и это книга Библия. И ему вполне достаточно, потому что с этой книгой он находится в постоянном общении. Когда мы называем чтением, мы чаще всего слизываем с книги сюжет. Мы чаще всего, кажется нам, и чтим свое обывательское достоинство тем, что мы помним сюжет, иногда его и забываем, потому что память наша коротка. Но есть книги, на самом деле, вспомните, Алон Сакихана добрый, прочитал всего 100 книг за всю свою жизнь и превратился в Дон Кихота. Немало, немного, но он их прочитал. Он их прочитал душой, он их прочитал своими связками, костями, сутью своей. Это не то же самое, что просто пролистать, помедитировать и прочее. Я вас уверяю, если хотя бы прочитать того же Дон Кихота, которого все говорят, что читали, а на самом деле не читали. Когда все говорят, что все читали Гомера, или кто-то там говорит, что не читал он Гомера. Если прочитать одного, Лосев, например, на протяжении всей своей жизни постоянно читал только Ильяду и Одиссею. Вот это я называю чтением. И вот из этого чтения рождается великий Лосев. Из этого чтения рождается великий Алон Сакихана добрый. Есть еще реакция наших слушателей. Я, прежде всего, читаю СМС, потому что в наш циничный век первыми читаем то, за что заплачены деньги. А СМС-ки не бесплатны. А по вашему мнению, есть еще ненаписанные фабулы? Остались фабулы неназванные сегодня? Ой, дело все в том, что ведь мы же понимаем одну простую вещь. Великая литература – это всегда преодоление сюжета. Это всегда преодоление событийной канвы. Это одна из проблем. И вот в какой мере преодолевает великая литература событийную канву, в такой мере она становится чем? Собеседником читателю. Вот когда мы говорим, много ли книг прочитал, а иногда один собеседник, который случайно вам встречается, стоит сотен людей, которых вы встречали на протяжении всей своей жизни. Поэтому мера прочтения и глубина прочтения книги чаще всего не определяется их количеством. Я еще раз напомню, всего 100 книг в библиотеке Дон Кихота. И он перевернул весь мир. Всего 100 книг и всю литературу перевернул. Об этом стоит поговорить. Как прочитал эти 100 книг не самые лучшие Алонсо Кихану Добрый. И что он сделал с мировой литературой этим прочтением вслед за Сервантесом? У нас пару минут осталось. По традиции, Евгений Викторович, давайте определим, о чем будем говорить ровно через неделю в это же время. Вот есть две темы. Я думаю, мы продолжим, во-первых, тот же самый разговор о литературе, потому что, судя по всему, он задел и вызывает отклики живые. Я бы попытался затронуть вот такую очень сложную, очень скользкую проблему, как психология творчества. И в частности, вот то, что связано, где проходит грань между графоманией и великим творчеством. Психология творчества. Более того, мы бы вышли тогда на то, что называется психоанализ. То, что называется теория Карла Густава Юнга, коллективные бессознательные архетипы. Это напрямую связано с психологией творчества. А, короче, это психология творчества. И какова грань между графоманией и великим? Вот, я думаю, на этой теме мы могли бы остановиться в следующий раз. И если радиослушатели заинтересуются этой проблемой, то я буду рад отвечать на вопросы. Я сразу, простите, дорогие радиослушатели, прошу у вас прощения за страстность моей интонации. Потому что, как сказал про меня один мой коллега, он автор профессорской прозы. Вот, я вот уже заклеймен с позором. Я автор профессорской прозы. Поэтому, когда речь заходит о прозе, я прям вот как тот герой ревизора. Александр Македонский великий человек, но зачем же стулья ломать? Вот я, так сказать, стулья эти самые ломаю. Свои самые страстные интонации. Ну, постараемся, чтобы мебель у нас до следующей передачи дожила в студии. Итак, ровно через неделю, 15 мая, когда уже отгремят все праздники, будет полная рабочая неделя. Ровно через неделю, во вторник, после 22 часов, как всегда, очередной выпуск программы «Карт Бланш» Евгений Жалинов, писатель, переводчик, философ в нашей студии. Ровно через неделю говорим вновь о психологии творчества. Где грань между графоманией и настоящим творчеством, теорией об архетипах, психоанализм. Все это, как мы и договорились, ровно через неделю. Спасибо большое, Евгений Викторович. И спасибо всем, тем нашим слушателям, кто этот час провел, как всегда, вместе с нами. Впереди очередная порция. Продолжение следует...